Друзья, всем привет! Сегодня мы поговорим о новинках от Runcam И на самом деле я бы хотел протестировать вот эту камеру Это Micro Sparrow, которая сейчас почему-то всем очень сильно резко понравилась Хотя я не сказал бы, что она прям сильно отличается чем-то от первой Runcam Но от первой Sparrow, возможно, я не прав Будем сейчас тестировать, будем смотреть Кроме того, очень интересная штука подъехала Это вот такой DVR-модуль Это маленький модуль 20х20 мм, который залезет в принципе в любую раму Я ее сейчас буду ставить вот сюда Эта штука устанавливается поверх полетного контроля и записывает видео Вот сейчас я об этом всем подробненько расскажу Погнали! Поговорим сначала об этом DVR-модуле DVR-модуль это такая маленькая штука, которая на SD-карточку записывает ваш видеосигнал В данном случае эту штуку следует устанавливать между видеокамерой и OSD Либо между видеокамерой и видеопередатчиком То есть сразу после видеокамеры А приезжает она вот в такой вот странной коробочке пластиковой Тут больше ничего особо нет, кроме небольшой вот такой вот упаковочки Где небольшое количество кабелей На самом деле здесь уже достаточно много всего есть Кроме того, здесь вот что приятно мне стало Сразу здесь такая скоба, которая нужна для закрепления SD-карточки Очень похожая скоба, которая есть на видеокамерах сплит Она вот так вот накидывается поверх слота И отсюда SD-карточка выпрыгнуть не может Пока вы не поднимете вот эту защелку вверх И после этого SD-карточка выпрыгнет Потом вы ее так закрываете, она защелкивает карточку внутри Очень хорошо продумано Также есть два кабелька Один идет на камеру, один идет дальше На видеокамерах используется вот этот вот кабель Конечно же, все это силикон и так далее Также есть несколько стоечек, пять штучек И пять вот таких вот гаечек Выглядит она достаточно простенько Здесь ничего особо нет Слот для SD-карточки Очень-очень много мелких элементов Кроме того, я ее заизолировал Видите, она уже отражает Сама платка не была заизолирована Небольшое количество всяких бегов И преобразователей напряжения Которые, видимо, делают из 3,3 вольта 5 вольт и так далее Поскольку входящее напряжение может быть от 3,3 до 5,5 вольт Потребляет при этом она 250 мА максимально Кроме того, эта штука выдает стабильные 5 вольт на площадке под видеокамерой То есть даже если вы питаете 1С аккумулятором На камеру будет приходить 5 вольт Это хорошо Записывается на формате AV640 на 480 Кроме того, здесь есть площадка Audio In под микрофон Если у вас видеокамера с микрофоном Зачастую вы не слушаете в наушниках именно А просто хотите записать звук То сюда же можно записать звук Если вам это необходимо Посмотрев немножко инструкцию Я нашел сразу парня дочетов Здесь написано, что каждые 5 минут Эта штука будет создавать новые файлы Это хорошо То есть вы не потеряете файлы Которые могли использоваться во время падения Но во время падения эта штука так и так не будет записывать Соответственно тут написано, что если вы не отключили запись Последние записи То последние 5 минут до 5 минут файл может быть потерян Поэтому когда сели Обязательно отключили нажатием кнопки И после этого только можете отключить питание Поскольку сама эта штука последний файл не сохраняет Устанавливать я буду все на этот вот коптер Здесь стоит Crossfire И старенькая фоксировская камера Которую уже давным-давно пора бы заменить Сейчас я камеру уберу отсюда, поскольку мы будем ставить сюда как раз Sparrow А потом покажу, как я это сделал Итак, подключил я сюда питание, землю, видео Провод желтый с черным То есть видео и земля идут на то место, где припаятся они к полетному контролю для ОСД 5 вольт я опустил с другой стороны на площадку под 5 вольт С той стороны, где эта штука питается от полетного контроллера У нас с вами чуть больше, чем 5 вольт А что же касается другой стороны, где у нас выход на 5 вольт на камеру То здесь у нас, например, 5 и 13 вольт То есть уже неплохо Уже платка поднимает чуть-чуть напряжение Чтобы для камеры всегда однозначно хватало Поскольку есть камеры, которые на 4 и 9 уже начинают то включаться, то не включаться Поэтому здесь напряжение будет всегда чуть выше 5 вольт Это хорошо Теперь я припаял вторую сторону, это сторона на видеокамеру Здесь видео, земля, 5 вольт выход Которая позволяет нам подключать практически любую камеру без дополнительных телодвижений Как видно, у нас картинка с камеры уже идет И как видно, по вот этому светодиоду, который здесь моргает синим цветом Запись уже идет К сожалению, настроек никаких нет То есть вы ничего настроить не можете Эта штука автоматически включает запись И через 5 минут начинает новый файл Вот и все Если вы приземлились, хотите остановить запись Вы просто накликайте один раз вот здесь И все При этом всем задержка на камере не меняется Я так полагаю, камера напрямую выведена наружу То есть проходит сквозь А ДВР-ка цепляет видеосигнал где-то посередине между Что-то такое То есть получается у нас с вами картинка не притормаживает Не замедляется Ничего Она не портится, никаких дополнительных помех не появляется А сейчас давайте посмотрим, что там у нас с файлами Как это выглядит Те файлы, что я записывал вначале Вот этот файл, который я записал тогда на столе Он имеет битрейт всего лишь 4 мегабита Это достаточно мало Но, как оказалось, это просто потому что достаточно мало информации было Видео с камерой Или просто короткий ролик После того, как я записал полноценный ролик Здесь уже битрейт выше Здесь он 9-10 мегабит То есть он не постоянный Он, видимо, варьируется При этом разрешение 40 на 480 25 кадров в секунду Так что все четко с этим делом Записывается также аудио Но поскольку аудио у меня было без микрофона Там просто шум Есть артефакты сжатия Картинка ребит Позже обсудим именно картинку с камеры Можно заметить, что здесь очень-очень много проблем с сжатием То есть как это все сжато ДВР-ка И насколько она все ребит Вот я включил сейчас, да Мне кажется, все-таки 8-9 мегабит Это маловато для налогового потока Где столько шумов И картинка часто меняется Не хватает немножко Вот здесь, например, сразу видно, что не хватает битрейта Все пикселизовано Все в кубах Вот здесь прям реально крупными кубами видно Как здесь расставлены эти точки Но, тем не менее, в принципе, как видно Она записывает без особых помех Это уже хорошо Если смотреть по кадру То все четко Записывает каждый кадр отдельно Таким устройством пользоваться можно Она записывает, в принципе, прилично А также, действительно, камера не сохраняет Последний файл Вот здесь я сделал для теста Я полетал 5 минут 20, по-моему И в конце я просто вытащил аккумулятор Получается, вот здесь на пятой минуте Кончается видео И видеозаписи дальнейшей нет Потому что между этим и этим файлом Должна быть еще короткая концовочка Четвертого файла Но здесь уже идет следующий файл Поэтому внимательно следите Чтобы отключить записывающее устройство Прежде чем вытащить аккумулятор Вот здесь, например, в следующем файле Битрейт уже 9 мегабит В остальном ранкам ДВР, конечно, звезд с неба не хватает Но, тем не менее, это достаточно неплохое устройство Которое работает Мне нравится, что оно достаточно Ну, тем не менее, прилично записывает, да, картинку Хоть и с артефактами сжатие Но хотелось бы, чтобы они допилили это дело Чтобы она сама сохраняла, например, файл в конце И, возможно, для этого нужно побольше конденсаторов на плату сделать А там просто нет места Я не знаю, с чем это связано Тем не менее, как записываю устройство На какой-нибудь мелколет Либо как для тестовых полетов Вот таких, это вполне ничего То есть она записывает картинку Записывает нормально Что можно сказать по поводу этой штуки? Штука интересная Она насаживается на полетный контроль Вообще, она должна заменить вам Какой-нибудь ранком сплит мини Если у вас недостаточно денег Или если вы уже купили Хорошую маленькую микрокамеру И не хотите, в принципе, этих заморочек С ранком сплитом Которые два этажа Крупная камера Шлейф прокидать и так далее Вот здесь вы можете использовать эту штуку Вместе с существующей вашей камерой ТОП 10 из 10 Назвать ее сложно Поскольку есть небольшие проблемы Да, эта штука нифига не весит По-моему, она весит полтора грамма Я забыл ее взвесить Она уже припаяна Ладно, потом взвешу Если что, я вот здесь напишу где-нибудь сбоку Цена вот такой штуки весьма бюджетная Это 15-17 долларов Это не сильно дорого Это аналогично стоимости других DVR-ок Она, конечно, компактнее, чем другие Но у нее есть свои недостатки Ладно, погнали дальше Посмотрим камеру А-б-с-in- galera Редактор субтитров Т.Семкин Корректор А.Егорова